Здравствуйте! Не работает холодильник? В чем может быть причина? Давайте будем выявлять их по порядку. Сперва проверяем терморегулятор на работоспособность. Он у меня рабочий, так как я его недавно заменил. Теперь мне необходимо проверить и пускозащитное реле. Данные работы буду проводить на холодильнике стенол 205. Приступаю к проверке пускозащитного реле. Отключаю холодильник с розетки. Беру отвертку в руки и снимаю прижимную пластину блока реле. Сюда подвожу конец отвертки и поворотом ее снимаю эту прижимную пластинку. Снимаю крышку блока питания. Хочу сперва проверить, возможно, слабый контакт соединения с реле. Проверил. И теперь снова включаю вилку холодильника в розетку. Гудит и не включается. Значит, причина внеисправности реле. Отключаю холодильник от тока питания и отсоединяю весь блок от контакта в реле. Отсоединил. А теперь давайте поближе глянем, как выглядит место установки реле. Здесь стоит два отдельных реле. Одно тепловое ТМ4 и другое пускозащитное. Сперва снимаю нижний блок реле, а затем теплушку, расположенную выше. Вот так она выглядит. И теперь буду снимать тепловое реле. Вижу, что оно вроде бы рассыпалось. Корпус этого реле из керамики и от срока давности пришел негодность. Поближе глянем. Да, он рассыпался. И его тоже снимаю при помощи пассатижей. Вот так выглядит место установки этих двух реле. Теперь необходимо купить оригинал или аналог этого реле. В комплекте оно именуется как РТС-5 или по-корейскому 30065 или что-то в этом. Давайте глянем марку этого компрессора, который установлен на этом холодильнике. Компрессор от корейской фирмы-производителя ДЭУ. Может кому понадобится эта информация. Было приобретено мной аналог пускового реле РТС-5, неизвестной фирме-производителя для этой марки компрессора. Продавец заверил, что оно подойдет к данному компрессору. В этом комплекте два реле, тепловое и пускозащитное. Ну что ж, приступаем к открытию этого контейнера и буду устанавливать этих два реле на компрессор. Вот это тепловое реле ТМ-4, а это пускозащитное. Похоже на оригинальные релюшки. Сперва устанавливаем тепловое реле по месту на компрессор, а затем пусковое. Всё. Поставил реле по месту на компрессор и теперь подсоединяем клеммы к ним. Подсоединил и не закрываю крышку, проверяя на работоспособность компрессора при установленных новых реле. Включаю в розетку вилку холодильника и проверяю. Всё. Холодильник исправно заработал. Теперь снова отключаем холодильник от тока питания и ставим на место весь блок питания. И закрываю крышку, прижимая её к пружину. В холодильник завожу по месту постоянного пребывания и подключаю его к току питания. Всё. Вот так несложную работу по замене пуска защитного реле компрессора каждый сможет самостоятельно произвести своими руками. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи по устранению поломки холодильника, но лучше им не бывать. До свидания.